Девушки отдыхают 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 Венспилский променад Один из самых популярных мест города Сейчас не скажешь, но пишем на то, что люди работают Сегодня будний день Только, пожалуйста, не спутайте Это река Вентопа, по которой ходит туристический кораблик А до моря нужно еще прогуляться А лучше доехать Южный Мол – одно из самых популярных мест в Венспилсе Во-первых, здесь прямо на автостоянке Стоит огромное рыболовецкое судно Азов Длиной 25 метров Которое свободно для посещения Нет, не открывается Ой, здесь все разбито У нас людей, как ни пусти куда бесплатно Обязательно все порушат Дикие мы какие-то Я начинаю разбираться в морском деле Что-то еще у нас есть? Закрыто? Нет? Ну раз все закрыто, окна замурованы Пойдем дальше Во-вторых, здесь совершенно уникальной красоты Пляж, маяк и еще огромное золотое кресло Рука меньше, чем рецепт Наверное, самое главное Зачем люди приезжают в Венспилсе Это, конечно, увидеть море Когда здесь жарко Здесь действительно кипит жизнь Поверьте мне на слово Я была здесь не раз На Южном море отличный променад Сейчас он закрыт Просто потому, что проходят ремонтные работы Когда он не закончится Вы снова сможете попасть на маяк Венспилсе обожают Спасибо, ребята Венспилсе обожают цветы Город делится на районы, где цветов много и очень много Настоящая цветочная столица Латвии Не поленитесь, оставьте маршрут, по которому можно собрать все цветочные композиции города Начать было бы логично Спасибо, ребята Здесь очень активные люди Которых не видно на улицах, но очень видно на дорогах Они проезжают и сигналят нам Это уже третий стендап, который я пытаюсь записать Начать было бы логично, конечно, с цветочных часов А если мы развернемся, то увидим баб слоистов Вон они Только сесть негде То ли вырвали скамейки, то ли они не предусмотрены для настоящих суровых спортсменов Рассказывать о мягкости, не рассказать о коровах, считай, и не рассказать о мягкости ничего Коровы здесь появились 15 лет назад, когда здесь проходил парад коров Это, кстати, самое известное мероприятие в мире публичного искусства И проходило оно уже в более чем 80 городах Парад прошел, коровы остались Правда, не все, всего 8 штук Похоже, к ним добавилась корова-гигант на набережной Еще корова на южном моле И стадо морских коров в саду Рентиум По большому счету, коровы в городе просто есть У них есть своя история, у них есть своя биография У них даже есть легенда Но я, к сожалению, так и не нашла карту этих коров То есть, где можно было бы точно их обойти Поэтому мы просто будем случайно на них натыкаться и рассказывать вам Вот мы, кстати, и пришли Вот одна нефтяная корова, а вон корова-мама А расскажем-ка мы вам легенду Например, одну корову по имени Надя Которая стоит у Ливонского замка Однажды похитили жителей Лепой И в Менспутской полиция возбудила дело Потребовала липачан вернуть корову Однако Лепая отказалась И тогда в Менспутске жители собрались И пригрозили городу-соседу аж гражданской войной Тогда корова вернулась на свое место И больше их никто не похищал Я на самом деле не уверена, что это именно эта корова И зовут ее именно Надя, потому что здесь написано Вента Но, если что, корова выглядит примерно так Один из самых любимых туристических объектов Вот это корова-чемодан Она правда классная Это огромная корова, на которой налеплена куча наклеек И ощущение, что она действительно приехала с какой-то очень далекой страны Женственная корова Но самое интересное, что разукрашивал ее известная художник Аллита Пап Малнеци Так что эта корова является настоящим произведением искусства Я думаю, что у нее достаточно высокая стоимость Венстелс я люблю нежно и всей душой Ветреный, соленый, праздничный город Хочется аквамариновой воды? Вам сюда Хочется городского веселья? Вам тоже сюда Хочется отправиться в Санкт-Петербург на пароме? Тоже сюда Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова